МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые отдыхающие отправились сегодня в спутник, оздоровительный лагерь на берегу Азовского моря. Это 250 детей из малообеспеченных семей. Бесплатные путевки предоставил Департамент соцзащиты населения. Всего у нас закуплено Департаментом социальной защиты население 4000 путевок в оздоровительные учреждения Ростовской области и Краснодарского края. Ребята уже ждут в лагере. Им подготовлена широкая программа, поэтому абсолютно убеждена, что наши ребята отдохнут очень хорошо в летний период. Отдых продлится 24 дня с 5-разовым питанием и разнообразной развлекательной программой. Я жду много эмоций хороших. Я взяла зарядочку на телефон. Будет много фотографий, видео, влогов и всего-всего-всего. Впереди три потока. Желающие еще могут обратиться за бесплатными путевками. А семьи, которые купили их самостоятельно, имеют право на компенсацию половины стоимости. Сразу четыре инвестиционных проекта вошли в перечень ста губернаторских. Первый – комплексная жилая застройка Левого берега. В проекте возведение 13 многоэтажек, двух детских садов и школы. Застройщик обещает новому микрорайону парк, развлекательные и спортивные комплексы. Еще три проекта в промышленности. В Орловском районе построят завод кормов для крупного рогатого скота. В шахтах инвесторы достраивают первый в России завод полиэфирного штапельного волокна мощностью 200 тонн в сутки. Это волокно будет сырьем для производства изделий медицинского назначения и личной гигиены, которые будут приобретаться. То есть это для своего производства и на продажу. И это производство позволит заместить импортное сырье на российском рынке. Активно работает над импортозамещением Россельмаш, который запустит новое производство навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники в Таганроге. Несомненно, мы сегодня возлагаем большие надежды на бизнес региона, потому что каждый успех любого предпринимателя, представителя бизнеса это ответ тем непростым вызовам, которые сегодня перед экономикой России имеются и региона. Публичные обсуждения итогового дизайн-проекта реконструкции, озеленения и благоустройства парка 1 мая завершены, сообщила городская администрация. Решено, что в парке сохранится уникальная планировка второй половины XIX века. Будут предусмотрены археологические окна, восстановят исторический вид ротонды, а зелени добавят еще три сотни деревьев и кустарников, а также многолетники и луковичные растения. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации. В детском саду номер 70 кипели недетские футбольные страсти. Дети и отцы смогли сыграть с профессионалами из песчанокопской чайки. Я хожу на футбол, и я уже занимаюсь пятый день на футболе. Первыми на футбольную площадку вышли папы этих опытных футболистов. А пока отцы добывали победы, дети общались с почетными гостями праздника. Это фонтан эмоций, фонтан вопросов. Что спрашивают? Здрастные. Как называется ваша команда? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Профессионалы разделили детей на две команды, но уже через несколько секунд после стартового свистка понять, кто за кого играет, было тяжело. По этой же причине выявить победителя было невозможно, так что подарки получили абсолютно все. И договорились на реванш в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин